привет друзья это влог о часах меня зовут виталий я безумно рад снова быть вместе с вами сегодня мы поговорим с вами о браке но не о супружеском браке а о производственном браке и речь пойдет конечно же часах давайте начнем с того что производственный брак есть абсолютно везде дело в том что есть такой отдел который называется рекламационный менеджмент и при производстве чего-то при планировании производства чего-то закладывается определенный процент брака неважно какая фирма неважно насколько громко и известно это имя производственный брак есть абсолютно везде и есть он в каждой отрасли и часовая отрасль не исключение за поддержание этого процента процента рекламации отвечает так называемый отдел quality менеджмента который у которого есть своя команда которые проверяют уже готовый продукт на наличие производственного брака дело в том что есть можно разделить брак производственный брак на две такие подгруппы первые первая подгруппа это эстетический брак и вторая подгруппа это конструктивный или же технический брак и эти две подгруппы можно разделить еще на две группы. Первый это производственный и второй это сборочный брак, так называемый Assembling Issues. Я пройдусь по каждому из этих пунктов и приведу вам непосредственно примеры. Итак, поехали. Первая группа это эстетический брак под группа производственный. Это, наверное, один из самых интересных, на котором я остановлюсь, потому что замечательный пример этого мне попался несколько месяцев назад. Я делал обзор этим часам Я ждал больше двух с половиной месяцев для того, чтобы наконец-то его кто-то заметил. И речь пойдет о Тюдоре Пелагас о синем Тюдоре Пелагас, которому я делал обзор. Почти из шести тысяч просмотров лишь только один человек написал, что он заметил этот производственный брак. Дело в том, что в надписи офишали не допечатана буква F до конца. Можете себе представить, что Quality Management не справился со своей задачей. Он не заметил этого. Сначала не заметил человек, который собирал часы, потом не заметил человек, который проверял уже готовый продукт. Потом эти часы пришли в официальный дилер, к официальному дилеру, где продавец это не заметил. Потом они попали ко мне, и я заметил это лишь спустя несколько дней. В принципе, довольно непростая задача, потому что вы не ожидаете этого увидеть. Но такое случается, и я видел такое довольно часто. Следующий пример, который был у меня несколько лет назад, это пример с часами Этерно-Кантики, где на одном из треугольников, на верхнем треугольнике, если не ошибаюсь, на 12 часах, было неровное заполнение треугольника люминесцентной субстанцией. И это было довольно хорошо видно, такое впечатление, как будто после того, как ее заполнили, кто-то чем-то туда придавил, наступил, я не знаю. Но так, в общем, этот отпечаток там и остался, который мне не давал покоя. В принципе, все фирмы реагируют на это, все производители реагируют на это абсолютно нормально, даже если часы, в большинстве случаев, даже если у часов закончилась уже гарантия, потому что это не имеет ничего общего с использованием часов, с гарантийным использованием или же с неправильным использованием. Это непосредственно брак производства, который вредит имиджу фирмы. Тюдор, кстати, синий Тюдор Пелага скоро отправится в сервисный центр Rolex, где ему заменят циферблат. Следующий пункт это эстетический брак, брак при сборке. У меня тоже есть к этому пример, замечательный, один из последних, это одни из моих любимых часов, Omega Constellation бикалорная, с синим циферблатом. Дело в том, что когда собирали, когда изготовляли циферблат и устанавливали маркер на 10 часов, то между циферблатом и между золотым маркером попала даже не пылинка, а попал, я бы сказал, даже волос, потому что он был слишком толстый для пылинки. Я его заметил не сразу, я его заметил через несколько дней, принеся часы к официальному дилеру, они очень долго извинялись, и такие часы обычно обслуживаются в первую очередь. То есть, если вы отправили часы с производственным браком, и кто-то параллельно отправил часы просто на плановое техническое обслуживание, то часы с производственным браком возьмут в работу в первую очередь. Ко мне часы пришли эти через две недели, даже немножко меньше. Они полностью заменили циферблат, и я, в принципе, остался доволен. Но дело в том, что, понятно, вы этого не ожидаете, но оно есть. Это неприятно, да, когда вы это видите, особенно когда вы осознаете, сколько стоят эти часы. Следующий очень яркий пример такого эстетически сборочного недочета брака был показан очень большим и успешным YouTube-каналом WatchFinder, когда они показали модель Rolex AirKing, который уже окрестили Rolex AirKing 2 девятки. Я сам был удивлен, у него на место маркера 3 часа, на 3 часа была еще одна девятка. То есть, у него на циферблате 9,6,9. Можете себе представить, насколько это не бросилось в глаза, когда они изготавливали циферблат, когда они его устанавливали, когда Qualic Management проверял часы, когда они отправили их официальному дилеру. Дилер при продаже это не заметил, потому что это не единичный случай. Насколько мне известно, таких моделей существовало 3, может быть больше, но я о них не знаю. Первые часы сразу же забраковали официального дилера, они заметили, они отправили обратно. Следующие двое часов были проданы. Первый владелец увидел это и принес часы, отдал, чтобы ему заменили циферблат по гарантии. А третий владелец увидел это и не сделал ничего. И в принципе поступил довольно правильно, потому что сейчас это часы в единственном экземпляре, насколько я знаю. И исходя из того, что я читал на форумах, за них предлагают или готовы предложить довольно большую сумму. В принципе, за обычную модель, стальную модель Air King, но с вот таким вот недочетом на циферблате. Потому что в принципе это можно сравнить с очень редкими марками, в которых некоторые монеты, на которых что-то печатали вверх ногами или что-то печатали не так, которые сейчас у коллекционеров очень сильно ценятся. Следующий брак это конструктивный или технический, который точно так же можно разделить на производственный и сборочный. Что мы понимаем под производственным? Это в первую очередь детские болезни, недочеты, которые не выявили при разработке. У каждой компании, ну я надеюсь, что у каждой компании есть такой отдел, который называется Testing Management, который проводит все непосредственно необходимые тесты перед тем, как что-то пустить в производство. Чем больше компания, тем непосредственно у него больше бюджет и она может позволить себе больше времени уделить на тестинг для того, чтобы выявить как можно больше детских болезней и предсказать, как этот механизм, как эта часть, запчасть, деталь будет себя проявлять во время службы. Есть очень много замечательных примеров, например, из автоиндустрии. Я знаю, что у некоторых автор-производителей на тестинг того же двигателя выделяется время всего три месяца. Можете себе представить это с новым менеджментом, с новыми правилами производства. Можете себе представить, насколько это мало три месяца для того, чтобы протестировать только что или недавно собранный и сконструированный двигатель или коробку передач. Если за три месяца ничего не происходит, то все замечательно, они упускают ее производство. Но это не значит, что через пять месяцев с ней ничего не случится. Чем больше фирма, тем дороже стоит продукция. Понятно, у нее в основном, у нее есть намного больше времени для того, чтобы проводить эти тестинки. Потому что у нее больше запас, у нее больше есть всевозможных моделей, всевозможных разработок. И чем больше этих разработок, тем дальше в очереди остаются все остальные. И, естественно, остается намного больше времени у тестинг-менеджмента для того, чтобы провести все непосредственно тесты и сказать, все замечательно, мы даем какой-то вердикт и за определенное количество времени ничего не произошло. Что я подразумеваю под детскими болезнями? Это все технические недостатки, которые вылезли как в самом начале использования или они могут появиться уже через длительное время, месяц, два, может быть, через несколько лет. Просто отдел тестинга не дошел до того, чтобы это все выявить. На мой взгляд, одна из ярких проблем, связанных с детскими болезнями в часовой индустрии, которая доставила мне непосредственно много хлопот, это завинчивающаяся заводная головка, которая, к сожалению, не у всех часовых марок воспринимается как брак. Что я имею в виду? Чем меньше заводная головка, тем меньше резьба. И тем больше получается у вас возможности закрутить ее неправильно, перекосить, она у вас заклинит. У меня, как минимум, было четыре таких случая, которые я сейчас могу вот так вот на скорую руку вспомнить. Это Мидо, два Хамильтона, Бон Мерсье, пять случаев. Эрхарт-Юнг-Ханкс, при том, что там была довольно большая заводная головка, но была просто микроскопическая резьба. Я вообще не знаю, кому могла в голову прийти такая идея. И естественно, часы были новые, и после третьего раза, как я закрутил заводную головку, заводная головка заклинила, и на этом, в принципе, все шесть случаев. Еще были у меня часы, замечательные часы, Перлей Сикрафт. Там, кстати, тоже заклинила заводная головка. На нее не было гарантии на эти часы. Я их отправил в официальный сервис Перлей, и они мне все заменили. Несмотря на то, что гарантии на этих часы уже не было. Потому что, в принципе, вам могут сказать, если это недобросовестный официальный дилер, или вам попался какой-то нехороший человек, или это даже может быть недобросовестная фирма, вам могут сказать, что все произошло из того, что вы неправильно использовали часы, из того, что вы приложили слишком много усилий, когда вы закручивали заводную головку. Но дело в том, что если действительно эта резьба слишком маленькая, вам не нужно прикладывать довольно большие усилия для того, чтобы что-то там перекосить, и для того, чтобы ее заклинить. Сейчас опять у меня полетят камни, но вот в роликсе огромная заводная головка, и примерно такая же большая резьба, которая у меня ни разу нигде не заклинивала. Я говорю сейчас про триплог, а именно самаринер, яхт мастер, GNT мастер 2 и все часы, в которых стоит триплог. Кстати, триплог стоит эта же система, стоит еще и в Тюдор Пелагас. Официально они об этом не говорят, но если верить людям на форумах, а именно часовчикам на форумах, которые это разбирали, то в Тюдор Пелагас идет речь именно о триплоге. Там тоже довольно большая резьба и заводная головка закручивается просто идеально. А вот на следующем аспекте конструктивного или технического брака, а именно сборочный аспект, я остановлюсь немножко подробнее, потому что я стал свидетелем того, как это случилось. Может быть вы помните, может быть вы смотрели, но я делал обзор на тот момент еще моим Omega C мастер новой модели 42 мм с синим циферблатом с механизмом 8800. Прекрасные часы. Очень бесила у меня в этой модели маленькая заводная головка, кстати. Вот вам еще один пример. Ну, там она закручивалась замечательно. В принципе, я не могу ничего сделать, никаких нареканий. Дело в том, что из того, что она маленькая, мне не нравилось, как она откручивалась. Ну, чтобы вам не соврать, две или три недели использования, когда переключилась дата, из-под окошки даты вылез кусок бумаги. Я сначала, если честно, даже не заметил, но дело в том, что дата потом прокрутилась еще больше и там вылезло еще больше бумаги, она заклинила и потом заклинил сам механизм переключения даты. Я понятия не имею, что это за кусок бумаги и как он туда попал. Часы я отдал в сервисный центр Swatch Group, в сервисный центр Омеги. Часы мне пришли точно так же быстро, как и назад, как и Constellation, через две недели, где они все почистили, все убрали. Часы после этого функционировали, в принципе, нормально. Но это уже вторая Омега, второй случай, вот такой вот досадный, когда свежекупленные часы, которые еще на гарантии, которые, можно сказать, новые, у них вылазит вот такая вот проблема. Вы должны понимать, что брак есть, он будет в каких-то часах. Будь то пылинка на циферблате, которая, в принципе, тоже относится к сборочному браку. Если вы придете с этой проблемой к официальному дилеру, то эти часы, безусловно, возьмут на обслуживание и уберут эту пылинку. Я знаю невероятные, абсурдные случаи, когда человек принес свежекупленные IWC, Speedfire модель, если я не ошибаюсь, с черным циферблатом. На них была пылинка. Довольно заметная пылинка, особенно эта проблема черных циферблатов. Довольно сложно собрать часы, чтобы там не было абсолютно ничего. Микровещи есть всегда. Особенно, если вы начинаете смотреть на все это через мощный объектив. Но там была очень-очень заметная пылинка. Часы, конечно же, взяли на гарантийный ремонт. Пылинку убрали, они вернули ему часы. Но сразу же, это был магазин Вэмпе, бутик Вэмпе, где он заметил другую пылинку совершенно другой формы, но уже в другом месте. Он их точно так же отдал в этот же день. И они опять уехали на 3 или 4 недели. В общем, ситуация такая, что человек купил часы за почти 6000 евро. И он не мог ими пользоваться сразу после покупки практически 3 месяца. Потому что все это время они были в пути. И им все это время проводили с ними какие-то манипуляции. В итоге все они почистили. Все было замечательно. И благодаря невероятной кулянцности, если говорить с немецкого слова, или такого жеста доброй воли бутика Вэмпе, ему дали скидку на следующие часы. Еще бы они не дали. Чтобы он у них купил еще и следующие какие-то часы. И дали одно абсолютно бесплатное за счет бутика Вэмпе техническое обслуживание для модели Spitfire. В принципе, это нормально. Это должно так быть. Потому что если вы покупаете такую вещь за такие деньги, то вы должны ей пользоваться. А по-другому получается. Вы просто отдали эти деньги и не получили ничего взамен. Как нужно реагировать на то, что у вас купленный экземпляр, купленные часы с одним из этих мной перечисленных браков. Эстетических, конструктивных, технических. В первую очередь, безусловно, не расстраиваться. Потому что такое может произойти. И вы не единственный, поверьте. Вам нужно идти к официальному дилеру. Если эти часы на гарантии, то там все абсолютно safe. Вам эти часы однозначно починят, однозначно сделают. В первую очередь, я говорю о Европейском Союзе. Если же гарантийный срок уже прошел, то вам тоже не нужно отчаиваться. Нужно бороться до конца. Вам все равно нужно отдать эти часы в официальный дилер. До этого я советую вам сконтактироваться с сервисным центром, с официальным сервисным центром этой часовой марки. Все контакты есть у них на веб-сайте. Написать им официальное письмо. Но прикрепить фотографии, как я, например, делал с Этерной. Я перед этим, перед тем, как куда-то относить часы, я сконтактировался с ними. Отправил себе фотографии. Они мне прислали ответа. Да, конечно, безусловно. И они мне прислали еще и почтовые марки для того, чтобы моя пересылка туда и обратно была бесплатная. Потому что официальный дилер находился не в моем городе. Мне для начала пришлось почтой отправить часы официальному дилеру. Он их получил. Потом почтой отправил в сервисный центр. В общем, эта почтовая пересылка с Этерной заняла довольно долго. Метц 3, по-моему, 4 у меня не было этих часов. Но благо были другие, которые я носил в это время. Если кто-то столкнулся или столкнется в будущем с одной из этих проблем, я надеюсь, что видео будет для вас полезным. А на этом на сегодня все. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока.